МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь до сих пор остается много. Например, несмотря на многолетние усилия властей республики, все равно остается проблема несвоевременной выплаты заработной платы. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация? Насколько, допустим, есть динамика все-таки в этой сфере? Пожалуйста. Вопрос своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы является актуальным и приоритетным для нас. А сейчас, учитывая, что мы вступаем в зимний период, закончились сезонные сельскохозяйственные работы. Заканчиваются сезонные работы в строительстве. Это те отрасли, которые наиболее подвержены, так скажем, какой-то неформальной занятости, подвержены серым конвертным выплатам и неоформлению трудовых отношений. Сегодня мы вступаем в новый зимний период, когда, во-первых, у семей увеличивается оплата за жилищно-коммунальные услуги. Есть необходимость одеть детей к зимнему периоду, подготовиться. И, конечно же, вопрос своевременной заработной платы, выплаты ее в полном объеме. А для каждой семьи заработная плата – это все-таки основной источник доходов наших жителей. Соответственно, актуальность приобретает, что называется, постоянно. А говоря о динамике, сегодня мы имеем, по официальным данным, у нас более 18 миллионов за должность. Более чем 400 работников – это 5 предприятий. Четыре из этих предприятий находятся в той или иной стадии банкротства, процедуры несостоятельности. И, соответственно, выплата там будет идти в соответствии с законом. Сначала первую очередь, вторую очередь и так далее. Но, тем не менее, заработная плата будет выплачена на этих предприятиях в полном объеме. Из 18 миллионов – основная доля обрабатывающей производства – это обувная фабрика «Спартак» – порядка 16 миллионов рублей. По 800 тысяч – долг в сфере строительства и в сфере транспорта. Но, в любом случае, вот эти предприятия, они, так скажем, на очень четком контроле. И здесь все нормы законодательства, пусть не сразу, но они будут в полном объеме, то есть не одномоментно, но по процедуре, по нормативной процедуре исполнены. И, конечно же, у нас были времена, когда задолженность была больше. Даже вот на этот период, в том году мы говорили о 23 миллионах рублей. Но мы говорим еще о тех фактах, когда работодатель не в полном объеме выплачивает и задерживает на один день, на два дня. Вроде бы формально признаки, так скажем, не критичны. Но, тем не менее, мы и на эти факты обращаем внимание. И, конечно же, все, что касается социальных сетей, мы очень четко мониторим. Все обращения в систему народной контроли, на официальные сайты, в портале. Мы тут же в тесном плотном режиме работаем в составе Республиканской межведовственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Нигматуллин Рустам Камилевич. Работаем с органами прокуратуры, гострудинспекции. А если уже мы говорим о задержках более чем два месяца в полном объеме, когда уже наступает уголовная ответственность, это, конечно же, работа со Следственным комитетом. Я правильно поняла, что если сейчас отложить в сторону именно банкротства, предприятия банкроты, что вот работа, которая ведется с этими предприятиями, которые систематически задерживаются, это самая главная угроза – уголовное преследование. И вообще, какие примеры есть положительные, допустим, решение вопроса, не прибегая к таким угрозам? Но, прежде всего, когда возникает такой конфликт, мы сегодня говорим и работодателю, и работнику, наверное, можно решить внутри себя, если речь идет о небольшой задержке в один день-два дня. Вообще, законом установлено, что каждые полмесяца должна выплачиваться заработная плата. Конкретных календарных сроков, там, 5-го, 15-го, как раньше было, их нет в законе, но они должны устанавливаться трудовым договором, коллективным договором, тем договором, который с вами заключается, как с работником. И, конечно же, вот сегодня законодатель очень четко прописал, не позднее 15 календарных дней, со дня окончания периода, за который вам начислена заработная плата, с вами должны произвести полный расчет. Не частичный. А вот если, допустим, вам в течение двух месяцев задерживают, вроде платят заработную плату, но не в полном объеме, то вот здесь уже наступает мера административной ответственности. Включаются вопросы штрафных санкций, идет запрет на занятие для должностного лица заниматься определенными видами деятельности. И даже мы говорим о лишении свободы сроком на один год и принудительной работы сроком на два года. То есть здесь уже и уголовная ответственность. А если в полном объеме задержка идет более трех месяцев, то здесь уголовная ответственность сроком до трех лет и штрафные санкции, конечно же, ну так скажем, более серьезные. И вот чтобы не допускать, не доводить до этого, все-таки мы рекомендуем в режиме создания какой-то комиссии, согласительной комиссии по трудовым спорам на уровне работодателя и работника снимать эти вопросы. Потому что сегодня, и мы говорим, и бизнес, малый бизнес не хочет испытывать, ну так скажем, внимание со стороны контроля надзорных органов. Но тем не менее, обязанность платить заработную плату, это обязанность любого работодателя, в том числе малого и среднего бизнеса. Понятно, работодатель несет ответственность, вы сейчас их проговорили. А все-таки работникам, что нужно предпринимать, может быть, скажем так, алгоритм какой-то, когда вы чувствуете? Если чувствуется, что пошли задержки, сначала, конечно же, проговорить с работодателем и поставить в известность о своих намерениях, о том, что вы намерены обратиться в контрольно-надзорные органы. В какие это органы? Это к нам в министерство возможно обратиться. Второй вариант, гострудинспекция всегда очень четко реагирует, и у них есть соответствующие полномочия по выходу на предприятие, по рассмотрению всех документов, поднятию всей бухгалтерской отчетности и так далее. И третий момент, конечно же, это прокуратура. То есть, вот это то, те контрольно-надзорные органы, которые, что называется, вступятся за права работников по первому же сигналу. Ну, тут, конечно, еще моральный момент есть. Многие же пугаются, на самом деле, потерять эту работу. Вот, и поэтому первый шаг, это непосредственный, откровенный, конструктивный разговор с работодателем. Поверьте, не так много работодателей, но никто сегодня не хочет связывать с себя вот дисквалификацией. Это же, ну, такие издержки, достаточно, так скажем, серьезные издержки, репутационные издержки. Это если серьезная организация, если серьезный руководитель, чье имя известно, то, конечно же, он себя не будет с такими вот проблемами связывать. И, кстати, как правило, это касается такого малого бизнеса, бизнеса, который в сфере строительства, какие-то сезонные работы, когда какие-то работы в сфере обслуживания рестораном, гостиничном бизнесе, ну, вот какие-то такие сезонные работы или временные работы, где можно вот на себя такое, так скажем, взять. Елена Амировна, еще один хотелось бы аспект поднять, касаемо рынка труда, это, конечно же, серая заработная плата. Дело в том, что вот буквально ремарка, многие предпочитают, конечно же, получать зарплату, когда есть такая возможность. Я почему говорю, потому что даже мои коллеги-журналисты, как бы, вот работают в некоторых редакциях по этому принципу. Они считают, что зачем я лучше сейчас больше получу. Так давайте напомним, во-первых, ситуация, как складывается сегодня, а во-вторых, напомним, почему, чем чреваты эти зарплаты в конвертах. Зарплата в конвертах – это всегда сторона, это медаль двухсторонняя. Да, вы сегодня можете в конверте получить энную сумму, но нужно понимать, что если для женщины наступит, например, беременность или никакого отпуска по родам, выплаты вот связаны, потому что все выплаты, связанные с рождением ребенка, они идут от заработной платы. В противном случае вы просто будете получать по линии фонда социального страхования вот эти все минимальные социальные гарантии, как будто вы даже не работаете, потому что работодатель за вас не отчислял никаких средств. И, соответственно, больничные тоже у нас рассчитываются от заработной платы, отпускные, их тоже расчет идет от заработной платы. А если произошла конфликтная ситуация, и действительно вы дошли до суда, ведь работодатель не признает свою вину, достаточно сложно ее доказать, и вы опять-таки останетесь ни с чем, как у разбитого корыта. И второй момент – получение кредитов, ипотечного кредита, какого-то кредита на временные какие-то нужды, тоже должны подтверждаться справкой 2НДФЛ о заработной плате. То есть вы должны подтвердить свою платежеспособность. Тем самым, получая и соглашаясь на выплату в конверте, вы изначально лишаете себя каких-то социальных гарантий. В сегодняшнем дне я уже не говорю о пенсионном обеспечении. Да, молодежи кажется, что это очень далеко пенсия, а вот сегодня есть некие потребности, некие нужды, которые можно удовлетворить, получая заработную плату в конверте. Но это в корне противоречит самой сути, вот если ты за себя болеешь, если ты… А не дай бог, если случится какой-то несчастный случай. Как доказать, если нет никаких трудовых отношений? И поэтому первое. Устраиваясь на работу, мы сегодня и детей этим учим. С вами должен быть заключен, должен быть приказ. Издан приказ о том, что вы приняты действительно на работу, вы должны быть ознакомлены с уровнем заработной платы, из каких частей она состоит, фиксированная, доплата, какие будут отпускные, каков режим работы, сколько вы должны часов работать, полный, неполный день и так далее. И, соответственно, какие должностные обязанности, и за что вас может наказать работодатель, в том числе и материально, если вы не будете выполнять какой-то перечень определенных работ в соответствии с той квалификацией и с теми требованиями, на которые вас берут. Конечно же, вот эти все… Должна быть запись в трудовой книжке, приказ. Вы должны быть со всем этим ознакомлены. И ни в коем случае у нас зачастую гражданско-правовыми договорами подменяются трудовые договоры. Это тоже, так скажем, одно из нарушений. И, конечно же, вот все эти моменты, когда мы видим, что идет невыплата заработной платы, зачастую мы, приходя даже с одним, ну, так скажем, каким-то проверочным мероприятием, находим вот круг этих нарушений, связанных с серыми заработными. Или еще вот сегодня тема – это минимальный размер оплаты труда. 11 163 рубля сегодня у нас с 1 мая. Кстати, поднимется 11 280 рублей. И, соответственно, мы говорим и сегодня в круг. Внимание налоговых органов, пенсионных органов и работодатели об этом должны знать и понимать, что вот как только… Ведь сегодня система информационная очень четко видим. Работники и заработная плата. Все, ниже мрот вы сразу же попадаете, загорается красным. Сигнальная карта появляется на вас. И, конечно же, вами заинтересуются органы пенсионного фонда. А почему у вас такая заработная плата? Когда выходим, говорят на полставки. Извините, но для того, чтобы обосновать, что этот сотрудник вам нужен именно на полставки, это надо еще доказать, что вот ту работу, на которой вы его приняли, действительно выполняться может только на полставки. Зачастую бывает это невозможно. Например, 7 тысяч предприятий в этом году были проверены через вот эти межведомственные комиссии. Их просто заслушали. 7 тысяч, более 7 тысяч работодателей за 9 месяцев. И у 12%, то есть это каждый десятый, подтвердился факт того, что заработная плата ниже законом установленного минимального размера оплаты труда. То есть это уже кандидаты как раз-таки на проверку. Безусловно, да. И вы знаете, и сразу же после проведения и установления данных фактов, понятно, что им были выданы предписания. Мы еще пока не говорим о каких-то штрафных санкциях. То есть мы предупреждаем сначала действуем профилактически и приводят в соответствие все оплатные, все зарплатные листы и в соответствии с требованиями законодательства. Полагаю, что в этом все-таки больше задействованы такими вот такие нехорошие игры, играют больше все-таки негосударственные предприятия. Безусловно. Вы сейчас перечисляли формы, есть ли еще какие-то формы работы с ними. И, конечно же, может быть уже статистика официальная, сколько выведено, скажем так, из серой вот этой зоны. В этом году вот за 9 месяцев 28 800 договоров мы заключили официально. То есть эти люди, в отношении которых была восстановлена справедливость, в части того, что им сегодня заработная плата выплачивается по всем нормам трудового законодательства. Они выведены из тени. И мы сегодня открыты. Если есть какие-то, ну так скажем, сигналы, мы реагируем даже на анонимные обращения. Зачастую, иногда вы вот правильно сказали, работники не хотят портить отношения с работодателем и пишут жены, потому что, извините, надо собрать ребенка в школу, а дети подготовить к зиме, где заработная плата. Или она, если ниже минимальных стандартов. Сегодня все знают 11 163 это минимальная оплата труда. И, конечно же, мы на эти сигналы тоже очень серьезно реагируем. Спасибо. Я думаю, что нашим телезрителям будет сейчас это действительно интересно и полезно, надеюсь. Переключиться немножко в другую тему хочу. Поговорить об охране труда. Вот на самом деле, казалось бы, тоже очень важная тема, но часто у нас бывает незаслуженно она забыта в плане того, что мало кто обращает на это тело внимание, работая на таких производствах. Поэтому хотелось бы уточнить для начала, сколько в текущем году, еще не завершенные итоги, такие предварительные все-таки подвести, человек пострадал на производствах. И какого плана? Но в целом динамику мы наблюдаем положительную. То есть у нас снижается число случаев со смертельным исходом. В этом году это, но, к сожалению, 21 человек. Мы потеряли в том числе 6 в ДТП, но связанные с работой. И у нас, если, например, было в прошлом году порядка 128 несчастных случаев, то сегодня это 104. То есть несчастные случаи с тяжелыми последствиями. Где, в каких отраслях? Как всегда, травмоопасные, это в основном деревообработка, промышленное производство, это строительство и это транспорт. И это падение с высоты. 30% случаев, в каждой третий случай, несчастные случаи на производстве, это падение с высоты. А причина? Несоблюдение, элементарное несоблюдение правил техники безопасности. Не случайно этому вопросу уделяется очень пристальное внимание Рустаму Нургалевичу Маниханову. Каждую субботу планерка начинается с заслушивания министра строительства по вопросам, какие же несчастные случаи произошли на каких предприятиях, у каких подрядчиков, на каких стройках, на каких объектах. И самое главное, что сделано. То есть какие меры приняты. И второй момент, это ДТП, как я уже сказала, к сожалению, в этом году 6 смертельных случаев. Но нужно сказать, что и в строительстве, и в транспорте правила охраны труда настолько жестко и четко прописаны, что в принципе их соблюдение должно привести, ну вот если в полном объеме, то в принципе должно исключить какие-то вот такие несчастные случаи, случаи со смертельным исходом. Но, к сожалению, есть такой фактор, человеческий фактор. Человеческий фактор, либо это алкоголизм на рабочем месте, либо это невыполнение, несоблюдение элементарных правил техники безопасности, нарушение исполнительской дисциплины, трудовой дисциплины. Иногда в спешке есть такое желание, особенно вот это, так называемый, синдром работников с опытом. В спешке кажется, что ты уже все знаешь и можешь изменить технологический процесс и совершить некие сокращения в технологии производства. Или, допустим, может быть, использовать какие-то методы и приемы, которые, да, ускорят по времени, дадут экономию и так далее, может быть, упростят саму процедуру, но с точки зрения техники безопасности они абсолютно неприемлемы. И вот здесь, конечно же, мы говорим сегодня о том, что вот с этим синдромом такого профессионального мастерства, в кавычках, нужно бороться. И мы говорим также о соблюдении элементарных правил использования индивидуальных средств защиты. Я всегда привожу пример. У нас в этом году был такой случай в сетевой компании. Женщина одела каску, но она ее застегнула. У нас здесь, кстати, обычно как? Каску одевают, но не застегивают. И она подскользнулась, упала. Если бы не было на ней каски, или она была бы не застегнута, ну, что называется, это был бы спертельный случай, потому что торчал железный штырь. Каска помогла угол наклона предотвратить, и, в общем-то, женщина отделалась тем, что через месяц она вышла на работу. Не было такого, это был, да, несчастный случай, но не со смертельным исходом. А представляете, если бы не было каски, или если бы каска была одета, не была бы застегнута. Несчастный случай недавно у нас произошел на предприятии. Это обрабатывающая промышленность. Когда была использована в Арском районе предприятия, обувь не лицензированная. В результате лаборант по контролю качества молока, будучи в этой обуви, казалось бы, да, индивидуальные средства защиты одеты. Но не лицензированная, она подскользнулась и упала с высоты практически 2 метра тяжелая травма позвоночника, тяжелый несчастный случай. То есть вот здесь мы говорим не просто даже о той халатности, о которой я перечислена, но даже индивидуальные средства защиты, они должны одеваться и использоваться именно таким образом, вот как положено, как прописано в инструкции. И это позволит обезопасить самого работника. Потому что охрана труда – это не только вина работодателя. Это прежде всего внимание и дисциплина со стороны работника. Вот я хотела как раз сказать обоюдная на самом деле ответственность. У нас не так много времени осталось до конца эфира, но все-таки хотелось бы еще уточнить. Давайте лишним не будет, если мы напомним, какое наказание все-таки ждет работодателей. Потому что к конечному счете все-таки ответственны они. Это штрафные санкции предупреждений. И самое, что страшное, это приостановление деятельности на срок до 90 суток. Почему в сфере строительства очень много вот таких случаев несчастных, и она достаточно травмоопасная? Потому что есть генеральный подрядчик, и есть потом подрядчики, субподрядчики и прочее. И вот ответственность генерального подрядчика, когда наступает какой-то несчастный случай, в принципе, на предприятии субподрядчика, она нечетко сегодня отреагирована. И я думаю, до конца года появятся нормативные акты и по линии Минтруда Российской Федерации, Минстроя Российской Федерации, которые будут регламентировать ответственность генподрядчика. А как я и сказала, сегодня это штрафные, санкции, и извините, для строительной организации приостановить работу на 90 суток, это очень такое, если это тем более сезонная работа, это серьезная. Но сегодня мы очень тесно работаем с малым бизнесом, с средним бизнесом. И у нас до конца года еще есть курсы по охране труда и по проведению специальной оценки условий труда. Они совершенно бесплатны для малого и среднего бизнеса. Поэтому я приглашаю, пользуясь случаем, телефон 557-1925. Пожалуйста, вы можете позвонить и, ну так скажем, заявиться, направить заявку для того, чтобы направить специалистов в своей организации для прохождения курсов по технике безопасности и охране труда. Спасибо вам большое. Я напомню телезрителям, что в любом случае, если у вас возникли вопросы к работодателю, либо по выплате заработной платы, либо, опять же, по зарплате в конвертах, всегда обращайтесь, как мы уже говорили, в несколько органов. Ну и, конечно же, Минтруда вам в помощь в этом. А у нас сегодня в гостях была Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты. Благодарю вас за то, что пришли и подробно все рассказали, как обычно, впрочем. А это были главные новости. В студии Лесяна Абдульна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин